Продолжаем наш выпуск. Муромских детей начали знакомить с новым для нашего города видом спорта керлингом. Мастер-классы в школах проводит трехкратная чемпионка Европы, участница двух олимпиад, заслуженный мастер спорта России Маргарита Фомина. Именно она станет тренером новой секции керлинга, набор в которую уже объявлен. Керлинг – редкий вид спорта, где даже в 14 лет начать свой путь в элиту еще не поздно. Можно прийти в секцию в шестом классе и не просто получить спортивный разряд, а поехать на Олимпиаду. Пример Маргарита Фомина. Впервые она узнала о существовании керлинга только в 12. Когда попала на пробную тренировку, сегодня одна из титуловных керлингисток знакомит с новым видом спорта муромских детей. Прославленная спортсменка приехала в наш город по приглашению главы округа, чтобы возглавить секцию керлинга в нашем городе. Пока мы обошли 4 школы, непосредственно ближайший к катку, который сейчас будет «Кристалл», где будет мастер-класс 16-го числа. Дети где-то у 5-го к 6-й класс, хотя мы хотим еще 7-й и 8-й привлекать, поэтому я предлагаю всем желающим приходить и пробовать себя в этом виде спорта. Да, мы набираем группу по керлингу, и сейчас у нас демонстрация такая на напольном керлинге. Мы ходим, рассказываем детям, что такое керлинг. В основном народ уже знаком с этим видом спорта, даем возможность попробовать, но, конечно, на льду это будет более такое, реальное уже. Пока вместо льда и камней – резиновая дорожка и ролики. Ученики 28-й школы делают пробные броски. Получается не сразу и далеко не у всех. Понравилось? Да, хорошо, очень прикольно. Ну, веселый спорт, я бы сказала. Интересно. Мне очень понравилось. Первый раз это вижу. И первый раз пробую. Разнообразие, оно всегда должно приветствоваться. Дети, как заинтересовались, понравилось. А уж как там будет, все зависит от тренеров. Несмотря на внешнюю легкость игры, керлинг не так-то прост. По словам тренера, будущие муромские керлингисты должны обладать хорошими физическими данными. Нельзя недооценивать керлинг. Казалось бы, что ничего сложного. На самом деле физические данные очень важны. Они не самые главные, но элементарная выносливость и желание работать они должны быть. То есть все группы мышц, желательно растяжка, потому что поза керлинга, она подразумевает какую-никакую растяжку. Выполнение свипа подразумевает очень энергозатратное дело, чтобы человек после свипа мог не отдыхать, потому что времени нет, а сразу выполнить свой бросок. Соответственно, общая физическая форма должна быть хорошей. Идеально, если человек занимался каким-то видом спорта и решил себя попробовать в чем-то другом. Отбор в секцию будет проходить 16 октября на льду катка «Кристалл». В этот день Маргарита Фомина проведет большой мастер-класс. 16 числа мы приглашаем на мастер-класс уже попробовать себя на льду. Сейчас в Муроме для керлингистов строится отдельная ледовая площадка. О ее создании на соревнованиях в World Curling Tour Murom Classic объявлял глава округа Муром Евгений Рычков. Напомним, на международном кубке муромляне впервые вживую увидели этот вид спорта, который теперь прочно войдет в нашу повседневность. Ольга Келешина, Николай Молоденов. Наши новости.